Приветствую, друзья! Можно ли прожить на российскую пенсию? Ну, если вы председатель Совета Федерации или, например, генерал ФСБ, ну или, наконец, министр, конечно, да. Но если вы обычный российский пенсионер, то значительно сложнее. Средняя российская пенсия на 1 января составила 15 700 рублей. Это 200 долларов в месяц, ну или 6,5 долларов в день. Для понимания, Всемирный банк оценивает уровень нищеты для нашей страны в 5,5 долларов в сутки. То есть средний российский пенсионер живет лишь на 1 доллар богаче уровня нищеты. Неудивительно, что для многих подработка становится единственным способом свести концы с концами. Чаще всего пенсионеры работают не ради излишеств или самореализации, а чтобы не искать по помойкам еду. В Воронеже пенсионеры устроили драку за просроченные продукты, которые сотрудник местного супермаркета несла на помойку. Это, конечно, позор для нашей страны. Государство, даже с такой пострадавшей от плохого управления экономикой, не должно обрекать стариков на нищету и унижение. Не должно, но обрекает. Власть не способна или не хочет обеспечить достойный уровень жизни, и людям приходится зарабатывать самим. Как в такой ситуации государство должно относиться к работающим пенсионерам? Да в ноги должно кланяться. Люди выполняют за государство его работу. Плюс работающие пенсионеры увеличивают ВВП, платят налог и продолжают отчислять взносы в пенсионный фонд. А что на практике делает власть? По сути, снижает им пенсию. Тут нужно сделать небольшое пояснение. Индексация пенсий, зарплат, пособий и так далее выглядит и воспринимается многими как повышение. Вот вы сейчас подумали, власть отказалась повышать пенсии работающим пенсионерам. Ну да, возможно, не очень справедливо, но и не криминально. Ведь вроде же не отняли, а просто не повысили. Это не так. К примеру, даже по официальным данным, инфляция за 2020 год составила почти 5%. Но это данные Росстата, который считает инфляцию так же честно, как Элла Памфилова считает голоса. Если посчитать инфляцию не по фиктивной потребительской корзине, а по стоимости покупаемых людьми продуктов, то цифра получится совсем иная. В реальности только за 10 месяцев 2020 года инфляция составила 14%. Такой уровень инфляции означает, что всего за 5 лет без индексации любая пенсия уменьшается в 2 раза. Поэтому индексация – это не повышение пенсии, это лишь частичная компенсация потерь пенсионеров. Почему частичная? Ну смотрите, в начале 2021 года Пенсионный фонд объявляет об индексации пенсии на 6,3% и с гордостью заявляет, что это выше уровня инфляции. Но мы-то только что с вами выяснили, что официальная инфляция не имеет ничего общего с реальной. И индексация в 6,3% конечно выше, чем фейковая цифра Росстата, но в 2 раза меньше, чем настоящая инфляция всего за 10 месяцев 2020 года. То есть даже с индексацией за прошлый год пенсионеры стали получать меньше на 10%, а без индексации их пенсии сократились как минимум на 15%. Тут, конечно, может возникнуть вопрос, а стоит ли государству вообще брать на себя ответственность за индексацию пенсии? Ну, во-первых, а тогда вообще для чего государство, если не для обеспечения достойной и безопасной жизни граждан? Ну, во-вторых, сама природа пенсионного обеспечения обязывает государство индексировать пенсии. Тут что важно понимать? Пенсии – это ваши личные деньги. Пока мы работаем, государство с каждого из нас собирает пенсионные взносы. Вернее, платит их ваш работодатель, но платит с вашей зарплатой. Каждый месяц 22% от размера зарплаты отправляются в государственный пенсионный фонд. А когда мы выходим на пенсию, то эти деньги начинают возвращаться к нам в виде пенсионных выплат. То есть пенсии – это не милость власти, не милость государства. Пенсии – это отложенные вами на старость деньги. И если государство сначала забирает у вас деньги в течение всей жизни, а потом говорит, что, ой, знаете, все съела инфляция, то это плохое, слабое государство, которое либо не справляется с управлением деньгами, либо, извините, подворовывает у вас пенсии. Если же вернуться к работающим пенсионерам, то несправедливость или обман получается вообще вопиющим. Сначала человек всю жизнь работает и отчисляет государству пенсионные взносы. Затем выходит на пенсию и убеждается, что государство плохо справилось с сохранением и приумножением его денег. Пенсии хватает только на нищенское существование. Пенсионер начинает работать, а значит платить налоги и снова взносы в пенсионный фонд. И за это ему вместо спасибо уменьшают пенсию. Почему это происходит? Закон об отмене индексации пенсии работающим пенсионерам принимается в конце 2015 года. Аргументировали, как обычно, демографией и отсутствием средств. Ситуация в демографической сфере сложная. Мы с вами, был момент, вышли из примерно такой же ситуации, решили ряд задач, но в силу ряда объективных причин, и вы об этом хорошо знаете, в силу двух исторических провалов, мы сейчас попадаем в такую демографическую яму. Она сложная ситуация, мы с вами знаем. Это, конечно, лживая аргументация. У нас есть, например, фонд национального благосостояния. Фонд формируется за счет избыточных нефтегазовых доходов. Эти деньги предназначены как раз для обеспечения устойчивости пенсионного фонда. Почему же не взять деньги для индексации пенсии из фонда национального благосостояния? Тем более там денег уже много, почти 14 триллионов. Может быть, индексация пенсии это столь затратная штука, что ее не потянет даже фонд благосостояния? Давайте посмотрим, сколько и для кого стоит эта самая отмена индексации. На начало 2016 года в стране было 15 миллионов работающих пенсионеров. На начало 2021 около 9 миллионов. Такое снижение обусловлено несколькими факторами. Во-первых, после отмены индексации пенсионеры стали скрывать свою занятость. Ну, в чем смысл работать в белую, платить налоги и взносы, чтобы тебе еще за это и пенсию понизили? Во-вторых, после 2018 года стал сказываться эффект повышения пенсионного возраста. И те, кто раньше был работающим пенсионером, стали работающими, но уже не пенсионерами. Но в целом мы можем сказать, что в среднем за годы работающих пенсионеров в стране было не меньше 10 миллионов. С 2016 года работающим пенсионерам отказали в индексации на 38%. Если мы возьмем работающего пенсионера, который в 2016 году получал среднюю по стране пенсию в 12 тысяч рублей, то его потери составят от 480 рублей в месяц в 2016 году до 4,5 тысяч рублей в 2021 году. Всего потери такого среднестатистического работающего пенсионера за 2016 и 2021 год составили 170 тысяч рублей. 170 тысяч рублей – это очень большие деньги для пенсионера. Это те деньги, которые власть у него украла. Деньги, которые принадлежали человеку по праву, были заработаны тяжелым трудом всей жизни. Если же мы говорим про масштаб всей страны, то украдено у работающих пенсионеров было порядка 1,7 триллиона рублей. Мы же помним, в среднем 10 миллионов работающих пенсионеров каждому недоплатили по 170 тысяч. Вы скажете, что за чушь? 1,7 триллиона – это, конечно, гигантская сумма, но это же за 6 лет. Мы помним, что в фонде национального благосостояния, который создан для поддержки пенсионной системы, уже 14 триллионов. И нет никакой проблемы за счет средств фонда провести индексацию. Горькая правда в том, что фонд национального благосостояния, он все же еще фонд благосостояния, но уже не национального, а только некоторых представителей этой самой нации. Правительство уже приступило к раздаче средств фонда, и будьте уверены, эти деньги получат правильные люди. По бюджетному правилу, при достижении определенного уровня средств фонда национального благосостояния могут быть направлены на финансирование инфраструктурных проектов. Такими проектами занимаются проверенные, так сказать, лично отобранные люди. И если тратить деньги фонда на уставные цели, пенсии, то так никогда до нужных людей деньги и не дойдут. Так что работающие пенсионеры лишние на этом празднике жизни. Если всем пенсионерам пенсии индексировать, так и самим ничего не достанется. Тут, как говорится в старом жестком анекдоте, пять старушек, Руфь. Да и вообще, говорить, что на пенсионеров не хватает денег, могут только очень циничные люди. Просто погуглите за последние 5-6 лет, за время отмены индексации, попробуйте поискать льготы, которые получила от государства, например, Роснефть. Сотни миллиардов рублей. И это нефтяная компания, которая должна приносить доходы в бюджет, а не выпрашивать из бюджета льготы. Только за счет нормального управления Роснефтью можно было проиндексировать пенсии всем работающим пенсионерам. А есть еще безумная инвестпрограмма Газпрома. А есть еще разрешенное воровство в Роскосмосе и Минобороны. На это денег хватает, не хватает только на пенсионеров. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, сделаем это, кстати. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Это, очевидно, не случайность, а система приоритетов этой власти. Они не служат обществу. Они работают на свои личные интересы, на обогащение, удержание власти и уже на передачу полномочий и денег наследникам. А пенсионеры-то сюда не вписываются. Это же ненормально. Это неправильное устройство страны. Приоритет нормального государства – это благополучие людей. Но тогда нет никакого смысла в бездумном закачивании средств в гигантские резервные фонды в то время, когда полстраны живет в нищете. Есть сверхдоходы от ренты? Кладите на персональные накопительные счета граждан под медицинскую страховку или накопительную пенсию. Зачем стране непонятно кому принадлежащие и непонятно кем управляемые фонды? Ну нет. Шайка питерских гопников зажимает даже маленькую часть. Даже перед выборами они уверены – народ достаточно одурачен, достаточно запуган и все стерпит. Так может, достаточно терпеть? Ни одного голоса ядру. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе моих новых видео. Счастливо вам! Спасибо за просмотр!